Миром Агнатихович Миром Агнатихович Как начиналось ее письмо? В каком году вы начали ее писать? По какому поводу? Вообще, как она появилась на свет, эта книга? Расскажите, пожалуйста Дело в том, что даже у меня 4 книги, стихотворения По 800 страниц Я не поэт Хотя называют уже так Поэтические зовут там рубрики Дело в том, что я касаюсь темы, которые в упадке Или совершенно не освещенные И вот это у меня стали хорошие В Алтайском государственном университете Тогда был один университет в Барнауле Остальные институты У меня хорошее отношение с редактором Клименко Владимир Федорович В начале книги я указываю Что при нем я выпустил 150 тысяч экземпляров Вопрос о крещении Безобразничают попы безбожно Я пишу, собираю, собираю материалы где Чтобы из златоуста выбрать Ну не больше, как строчек 10 12 томов пришлось молотить Василий Великого, Григория Богоска Кто что сказал Я это все увеличу, на машинке отпечатываю Этого не было еще Интернет, это не знали где-то Теперь рассылаю архиереям А закладываю папиросная бумага Чтобы экземпляров 7-8 было Там совсем тусклая Ну вот как бы на газете как Вот это мне нравится А он говорит, это можно сделать Как? Ну, у него тираж 999 газет А вкладыш, регламента никакого нету Я говорю, да давайте это так Он меня сам берет, это все бесплатно делает Набор сделал И первое, появляется окрещение Листик один Ну мелкая газета такая бывает Небольшого формата, как выходит Студенческая Вот у меня это первый был Как фотографии расположить Как кадры сделать А телефона нету Ссылки никакой нету Ну а дальше Сохранился этот листик? Ну конечно сохранился Переизма сколько было, полно Я их этих листиков, которые раздал Я подарил отцу Павлу Этому Ермоленко Ну я не могу сказать сколько Но думаю 1050 экземпляров Разное только название Разное Какой это год-то был? Ну какой год? Ну кинь 10 лет назад А когда я был Преподавал там Это было Ну может быть 90 Ну 91 год примерно И они мои материалы печатали И статьи В университетской газете А он потом говорит Меня говорит Вызвали на ковер И говорят что газета Для Лапкина разве создана? А он кто-то напечатает что-то А я ему говорю Володя это неправильно И на основании Библии доказываю Вот обрезание там коснулось Ну студенты все-таки Это не просто так Я говорю обрезание Это у египтян было И обрезывали женщины Не только детей В другом месте Только царские особы подрезались И материалы печатали А это конкретно по тематике Дальше покаяние выходит у меня Так и называется листик этот Покаяние Ну а дальше пошла уже Старковная дисциплина О посте Отдельно о молитве И вышло у меня 14 Материалов таких Ну меньше тысячи не было А крещение я раз за разом Увеличиваю тираж И последний тираж был 25 тысяч вкладыш А сама газета Без одной газеты тысяча Ну а там пришли на занятия В университет старобрядцы Знакомые мне Старухин там один был Он подошел и говорит Газеты-то сильные какие Надо книгу издавать Я говорю Как книгу Так газеты Газета это не то Она перегибается И исчезает И бумага там другая может быть Только надо знать Кто будет реедактировать И кто верстать будет Я ни одного слова этого не знаю А что это такое Ну и вот Они меня подвигли У меня начались знакомства С людьми Которые знают типографию А я кроме того Был уже переплесчик-реставратор Переплел около Трех тысяч томов Это вообще никто даже не верит Что это можно сделать Ну я Все там два с половиной часа спал А это старинный метод Там цены нет этой книги Я покажу Сколько я вот делал тогда Переплетал Ну это уже напоследок Когда я был В Жорданвиле Они печатали Вот это вот Это Печатают они Жития святых Это русские подвижники Поселения Ну видно что Большая Но корочек не было у них Я говорю Так я это сделаю И вот я их Пришиваю Вот здесь я покажу Может быть даже видно будет Немножко неровно Она пришивается К шнурам А шнуры сюда Заклеиваются И костный клей Костный Ну плитками такой Раздобить надо его И в баночке А баночка стоит на чем-то Чтобы не доставало дна В воде Ну и вот я переплетаю Вот оно Видишь как Это мой переплет Ну уже книг-то Дома-то не осталось Я покажу Я покажу Вот постой Маленько Сейчас я покажу Господи Побилуй Вот Людям надо Писать о немощем Мне привозили на тележке Клеточку тетради Это я его закрыл Уже спрятал Один остался Это пятьсот Кажется шестнадцать страниц Ты видишь она как Закругленная Вот А здесь какой Выдавлен крест Вот Ну и Что там говорить Если сам я делаю Вот я сейчас тебе покажу Ее Видишь А здесь пальчик называется Вот она Это первая Корочка за корочкой И она идет За первую тетрадку Тетрадки там какие А это Пиши на них Стихи что угодно Полные открывания Это шнуровой метод Самый старинный И толщина Может такая Хоть метр Толщина книги Видишь как Ну время отнимает Много Вот она Дальше там Каптальщики сделаны Вот Лесо Называю Лесе Это Закладка У меня такие они сделаны Ну и вот Новый то завет Который и есть Тут Издавал Трехтомник Если они без корочек Я их переплету И Ну ни один человек Не узнает Что это вручную Было сделано Это Кропотливая работа Бывает Листов не хватает Ну и вот Дошло до того Что 14 уже есть И они меня К этому подбили Надо что-то делать Это уже Типография Только А куда Мне охота Чтобы она Не была вот так Корешок Где Больше Чтобы она Ровная была Поэтому надо Закруглять Ну мои книги Ты видел Какие книги Тебе показывай Ты же мои книги Видел Покажите Игнат Тихонович Мы же И листок Если там под рукой Листок Какой-нибудь Из книги Вот все Старый Листок Сейчас Я это тебе Покажу Вот Видишь Какое издание 752 страницы Вот она у меня Тут маленько Лежат За пыли И все книги У меня Которые выходят Они разного цвета Вот Открытым оком 16 том И видишь Как они сделаны Ну тебе понятно Какая красота Вот оно как Видишь Это каптал Это черная Другая вот Это идет Это 15 том Вот она Коричневый цвет Тебе видно это Вот Вот как Эта машина уже делала В типографии Это не я переплетал Но по моему заказу Вот она как Книга Она ровная Тогда идет А если Не круглиться А здесь На перегибе Она делается толще Ну естественно Вот она какая называется Какой этот том Сейчас я посмотрю Ну-ка посмотри Какой том 14 Вот А их 30 30 томов А когда первый том Издавал У него даже не поставлено Первый Я думал один только будет А получилось 30 Да еще 3 У меня в интернетной версии 33 тома Всего вышло у меня 38 томов Уже в бумажном варианте Да еще некоторые Книги переизданы были Как Новый Завет Трехтомник А цена шальная Ужасная И почему я Остатки 7 у меня В интернетной версии А переиздать никак нельзя Страва за 2 миллиона Заходит Тысяча экземпляров Какой А когда пенсия Это у меня Бомжа Самая мизерная У меня пенсия Ну вот И сдал И сдал По сегодняшним деньгам Мне это обошлось Примерно в 55 миллионов Вот вообрази Ничего не имея Это дело сделать И вот со мной Сейчас здесь живет У Надежды Васильевны Игоря Тещи Лев Николаевна Потеева Вот Она подошла Как-то в университете А 13 том вышел Она говорит Как я радуюсь за вас При жизни Чтобы автор Видел выходящие книги Это редкость А представь у меня За 8 с половиной лет 38 томов И что тут приезжал Один делал столы И на столах В 2 ряда Они 19 19 и 19 Ровно в столы Я прекратил издавать И стол кончился Вот везде Как будто бы кто-то Делал А уже те материалы Которые Вот к истину православию Она практически Ну Если кто-то Считать ее не будет А сам будет издавать Ему не издать Такую книгу Это целая жизнь Ушла на сбор материала Почти 40 лет Собирал материал По всем областям И поэтому Материалы мои Они иногда идут В разрез с тем Что сегодня Считается У церкви Просят Подавай Бог разберется А ты почитай Милостыни Ты увидишь Не так Они должны иметь Грамоту Называется Мирная грамота С разрешения Епископа Разрешается Просить Я нищу Видел только одну Она из 50-тиков была Что-то у нее Неладно было Валентина звать Вот ей дадут Хлеб-кирпич Что-то 16 копеек Если 20 копеек Дали Она зайдет в храм И 4 копейки сбросит Это еще то время Было Когда не было И сразу уходит И вот эти материалы Которые есть Если в них Вникнешь Где-то Просто так Не пройдешь Ты сразу увидишь Там все закавычено Кавычки Кавычки Как вот Седьмой Восьмой том У меня Я разбираю 12 томов Жития святых И на вопросы С студентом Или кому Я отвечаю По житиям святых По святым отцам Это вообще Треск стоит И Притом Я все во главу беру Библия На первом месте Если противоречие Святой отец Я так и говорю Противоречие Жития святых Я блю в колокол Когда насчитывал Вот как эта книга Была издана Ну Опасности за нее Не было Я больше боялся За второй том Открытым оком Когда шла Мне казалось Дорога перехватят И уничтожат Это так было В Грузии Контейнера Шли Большие Контейнера Там может быть Они Я не знаю Сколько тонн Но тонны 2-3 Есть книг А там был Такой Мамо Басиль Это отец Василий А он Перехватил И все Сжег А там Одна редакция Против него Что-то сказала Он пришел Со сварщиками У них наружно Была железная дверь И заварил их туда Они не выйти Никто не может Хоть в окно вылазь Заварил Просто всю дверь Ну и если Какие-то там Корреспонденты Не так Они хватали Их пороли И все Но его все-таки Посадили Он немного Побыл А сейчас где-то Я вчера только о нем Разговаривал С отцом на ум Там он у них В Грузии Так вот Я ничего этого делать Не могу Я должен делать По совести И поэтому А совесть Должна соприкасаться С Библией С голосом Божьим Это было не просто так И вот там Когда ты в конце Посчитаешь Фотографии Кто делал Кто Занимался Корректировкой Вот каждая книга Вот и я Она уже у меня готовая Теперь ее надо Распечатать На обыкновенные листы Которые вот А4 считаются Эти листы Теперь проверять По каждой строчке Запятые Все надо выправить А потом Снова ее Все рекопировать И теперь уже Непосредственно Книги Пейджмейкер У меня все книги В пейджмейке Это страницы Листать Что на странице есть Ну и У меня тут Жил я Романах Судников Нафанаил Он Николай так Звать-то И вот он любил спать Он спал Примерно с часа 4 Больше меня А утром Я стою рано А он спит Поэтому с вечера Я ему не дам лечь Пока он мне научит Что делать утром Вот его сон Помог мне Все это перехватить Ну я там О монашестве Когда Все это расписал И его как вздуло Сразу Он как начал И такое написал Ну и думать Никто не узнает А я сделал К 8 тому Предисловие Могу тебе скинуть О монашестве Что он написал Я то и поместил Он никак этого не ожидал И в этом Что люди увидели Тогда Кто он то И он совсем Закуролесил А потом уехал И говорят Снял сан Монашество И женился Потому что Если он на меня напал Я знаю Что он Просто так Не останется А в монашестве Потерять и жениться Это страшная трагедия Брак никогда Не будет считаться Браком А только Блудом Безумным Вот так вот Выходили тогда Материалы Которые По отдельности Потом соединили вместе А потом Он даже там И написал Почему я перешел Из московской Патриархии В зарубежную церковь Его там Статья есть В конце Прочитаешь Хороший Он грамотный монах Он тут у меня жил Занимался Китайским языком И английским Одновременно Это я первый раз видел Когда так печатают Без ошибок Десятью пальцами Не глядя По русски По английски Я тысячи страниц Напечатал Не глядя Но по русски А по английски Я шарюсь Шарюсь Не знаю Где букву найти А он так Печатает И не глядя Вот бог Какие Имеет людей Но уже Оформить Как его Здесь был один Я не знаю Он видимо Чистопородный Или нет Еврей У старобрядцев Кус Игорь Хороший человек И он мне Вот эти буквы Сделал Такие С орнаментом И в названиях Ну в самой книге Ты это увидишь Как Ну и фотографии Какие Вот все Слушаю Ну Игнать Тихонич Вы Когда начали Первый Как сказать Мотивация была Вот вы же не знали Что это будет книга Вот первый лист От кричения Вы для проповеди Его сочинили Или как Вот Предупредить людей Не для проповеди Я в то время Не был рукоположенным Но это был Девяносто первый год Правильно? Это переизданный А до А самый первый Первый Я не могу сказать Это надо по книгам Посмотреть Вот первое издание У меня есть книги Там стихи вышли Вот это я могу сказать Когда вышло Вот стихи Я сейчас посмотрю Я когда книги посылаю Так я Эту книгу Уже не даю Нету Она кончилась Она вот как выглядит Ступенями к небу А вот сейчас я скажу В каком году Ты сам посмотри В каком году Первый был 2002 год Вот и все Это первая книга Которая у меня вышла Книга стихов Нет Вы говорите Я к чему Игнать Тихонич Вопрос Вы говорите Я собирал 40 лет Ну давай сейчас отнимем Ну Собирал материалы Печатал Когда я Печатал Так Для чего вы их Собирали эти материалы Для того Чтобы людям Сказать Крещением Что сделали Обман Никакой книги Не было речи Даже об этом И только от руки На машинке Печатал У меня машинка была А потом уже Эти материалы Были напечатаны На газете А потом уже Меня сдвинули Издать книгу Это длительный процесс был А вначале Это вы уже После Ну как сказать После УС Это делали Или еще до Того Как вас Ну После ареста уже После ареста Да Ну материалы У меня оставались Собранные Я всегда делал В нескольких экземплярах И прятал В разных местах Я же ждал ареста От первого До второго Шесть лет Я сумочкой ходил И в храм И везде Там у меня белье Сухое Все с собой было Я Не просто так А в напряге жил На работу иду Я прощаюсь со всеми Я не вернусь домой Иду в храм Я не вернусь домой Я видел как они следят Вот здесь вот машины Под окнами стоят Вот как было И поэтому материалы О крещении Дались очень непросто Посмотри сколько там взято всего Но одновременно Я на другие темы Там уже готов Возьми обрадобритие О табакокурении Там в этой книге Там есть где-то Господи Избави нас Он говорит От чего Ну там перечисляют От объедения Пьянства И забот житейских Это Господь говорит Я теперь по отдельной теме Объедение И дальше И пост изданный Как будет Заботы житейские Это отдельные статьи У меня были Вот так Они в газетах есть У меня и здесь Могу показать Покажите газеты Вот эти Листочки первые Игнать Тихонович Иду Пожалуйста Да Делать нечего Это У меня тут везде Они натолканы Отцу в этом Я нагрузил машину Буквально Буквально Ой-ой-ой Тут не забезнет Ну что сделаешь другого нету вот она что сейчас я подставлю подожди маленько сделаю чтобы свет был хороший это вот она какой формат газеты а тот как как лишь когда кота и так и так стыру пополам какой шрифт вот это вот покаяние вот она газета вот вот какая она будешь как так что из батюшка крестит крестит девушку это вот первые листы такие да первые листы вот о покаянии она села на этой стороне смотри что а потом у меня все будет о церковной дисциплине видишь да 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 теперь верху смотри еще что об исповеди вот эти материалы у меня лавиной буквально шли а внизу вот здесь вот я не знаю тебе уже не просчитать видать да ну попробуйте чуть-чуть наоборот вот так вот нет замрите игнать тихонь вторая строительная телефоны подборку материалов подготовить их лапки на адрес барнаул ну и так далее вот ну так вот и какие темы вот это вот я сейчас снял оттуда ну где-то там запачкали вот это которая военном деле это который воевать любят такие вот вояки а поэтому статья такая называлась она так и там называется вот она как смотри я говорю вам любите врагов вот дословно отсюда набрано а потом на этой стороне будет александр невский стоит вот она какая газета ну я могу даже сказать какой размер был сейчас примерно 20 40 на 30 вот все и здесь что но здесь внизу написано главное в мелкость черный то где и вот 14 у меня таких вышло вкладышей все они к истину православию там еще добавлены добавлены статьи другие и проще книги это и такую чтобы взять и в одном месте так этого не не сделать это это невозможно его допустим и путешествие сделали такое его сейчас кто-то скажет я тоже сделаю так проеду эти города не сделать никому а почему а чем ты поедешь чем мы проехали сколько 650 только остановок было библиотек это обошлось нам 35 миллионов рублей по сегодняшним деньгам это должна быть команда проповедей где дорога ехали останавливаться может больше тысячи все государства европы скандинавия прибалтика и тут до тихого океана и где ночевать что с собой брать у нас когда поехали первый раз за границу я смотрел какие страны и какие правила там для тех кто люди приезжают я все выписывал потом переплел прям как книжицу но ничего нигде не потребовалось у нас то что там не где нельзя делать мы этого никогда не делали то есть мы оказались годными для всех государств собака как надо войти где останавливается но ну тут мы нарушали только в гостинице в машине нельзя ночевать а мы собаку вывели в австрии было вена город мы рядом привязали обедом полиция подъезжает а собака как залаяла они сразу машину уехали да чем это нужно им русский там он начал штрафовать стрелять а это нет кабиной хлопнули поехали вот как было дело поэтому это наше путешествие миссионерское не повторить никому и никогда таких материалов нигде нету в литературе даже просто это у меня стихи какие и на каждом место писания взято 36 раз библию открыть надо ой как красиво смотрится мне говорят сейчас уже начали в интернете такие писать стихи вот как и поэтому когда книги стали эти выходить естественно что тут уже можно было на свадьбу дарить а я еще взял себе правило как рождается ребенок я сразу дарю книги новый завет трехтомник к истину православия и для слова божия нет ус но все быстро кончилось у меня не к концу подходят ничего нет и поэтому спрос больше всего был вот на это к истину православию и для слова божия нет ус и трехтомник нового завета теперь я уже второй год постановил только комплектом кто желает брать отдельно нет остальные книги-то остаются а поэтому эти за собой тянут и тогда стали брать полный комплект а что вот какая глава вы считаете вот в этой вот к истинному православию какая глава самая но так не могу решать все важные вот как какой глаз у тебя важнее тебя но ты же не будешь так отвечать какой какой орган внутри тебя не нужен или или какая далась труднее всего это другой разговор вот у меня книга и на симфония на них не канонические книги вот это далась так далась я вручную сначала делал вот еду в город электрички они вот так вот сиденья и ничего я занимаю оба сиденья и через коридор оба сиденья четыре сиденья это 475 листов кажется у меня было и каждый должен поставить считаю и в какую но по алфавиту как будет а потом уже мне помогли когда компьютерная верстка была там я ее сделал за год кажется о которой канонические книги делали 20 человек пять лет но 20 на 5 100 лет если один сто лет к это это очень у меня обычно быть а редактор один проверяет ошибки а это 18 редакторов было но не профессиональные мы все бросили и сравнивать нищим пришлось самому и делать вот симфония на неканонические книги она у меня самая лучшая в мире я смело это говорю потому что предыдущие какие были изданы я их все проверил они непрофессиональные искать невозможно а у меня я свел идти прийти уйти в один глагол лишь бы слово идти попалась туда и поэтому когда человек ищет я горит не знаю то ли прийти уйти у меня сразу находит шел пришел ушел они как вот есть так а я сводил в отдельный глагол в отдельные падежи и поэтому ну это со всей симфонии взять все а здесь какая мне до больше всех труднее далась и я считаю как крещение потому что я болел этим потом туда добавил выступление алексея второго патриарха что он категорически против что крестить нельзя деньги платят от симония крещение недействительное и дальше идет каких бандитов на принимали в церковь бандитами назвал вот и все я указываю какой называется он так это вестник кажется патриаршей ну там везде найди крещение там визу и потеря речь о патриарх алексея откуда взяться с какая страница каком году то есть у меня такая точность что проверять трудно надо знать да а почему вы переживали за второй том за эту книгу не переживали а за второй том переживали а переживал потому что там противосектантские я затрагивал все секты какие существуют а это тогда каралось просто они сказали слова секту употреблять нельзя а у меня на каждом шагу сектант православный сектант православный на все темы как отвечать я боялся что и дорога уничтожит где-нибудь ну а труднее всего это симфония мне далась а самая такая спрос спрос был то 26 том открытым оком там на каждый вопрос я отвечаю которые студенты мне записки то идут а я за кафедрой стою у меня фотографии есть и дыбунов стоит он считает а я отвечаю дальше вопросы и вопросы отвечать это было знаете как любой вопрос я отвечаю как сегодня говоря 58 лет учился этому и я отвечаю что сказал сказано библии по этому вопросу я стою за кафедрой библии нету я на память отвечаю какая книга глава стив с точностью до одной буквы это бог только делает это невозможно фактически вопросы по всей библии идут второе что говорили святые отцы а это 300 томов называется фолианты то есть толстой книги 300 томов я отвечаю какой отец сказал по этому же вопросу третье что сказано книга правил это 719 правил какой собор какое правило четверто 1173 жития 1173 12 томов димитрия ростовского еще вышла книга настольная книга священнослужителя патриарши выпустили 9 томов я не знаю было больше или нет 2 3 посвящен житиям новым канонизациям 174 решить я туда добавил тоже и вот столько в информации и последнее поэтому же вопросу что сказали 500 поэтов мира за 300 лет и на каждый вопрос у меня 6 стихотворений с эпиграфом из библии из разной эпохи и разных стран это никогда не создать никому так вот мне говорят библиотекарь и говорит ее давать нельзя считать и никто не возвратит ее один пришел и сунулся на нее он сразу ее на говорят она стоит столько-то сцену надо пятикратном размере ходе секретом а даму его тащил говорят потому что этого нету пристал 500 поэтов мира по определенным вопросам за 300 лет это кабани евгений в тушенко предоставил мне возможность ну такой такие материалы конечно не издать а потом когда я стал ну просто сколько правил всем вселенских 9 поместных соборов и 13 а бывает 17 святых отцов осипов не скажет он не знает я отвечаю сколько декретариями юстинина старшего 989 правил а сколько действующих действующих 719 а из них нарушается 413 ежедневно в каждом храме целенаправленно это потом затрещало все давайте скорее сдать за рубежом меня давайте в каком я граста но и сами найдете я должен был так мне еще говорят ты не все узнал не в алтаре же ты только слышал что в алтаре делается а то еще больше было у тебя говорит я каждое правило считаю за нужное но его и нарушают и особенно возраст до 30 лет священники рукоположили его извергнуть надо они сейчас такие все молодняк это нельзя в дьяконы не раньше двадцати пяти шестой вселенский собор 14 15 правила полного погружения не делать апостольское правило 50 священник должен быть извергнут крещение недействительное война и ценецкий лука и всех крестил заново как обмануты на фон едут те сразу их крестят в море а попы здесь гонят по католически а у армян это апостольская церковь вот так и чашка стоит он руки там обохнет и лицо про протирает отмывает по ногам проведет еще это крещение ни один сектант никогда так не крестит ни баптисты не адвентисты не свидетели сторожевой башни никто старообрядцы никогда ни одного ребенка мочением не крестили в полное троекратное погружение вертикально не как у баптистов а у баптистов на спину вот так вот это положение во гроб а 4 6 мы считаем кримлян крестились в смерть а он умер стоя а стоя потому что прибитый стоя человек не умирает он падает и стреляли он упал и умер игна тихонич как реагирует вот на эту книгу например священники ваше наблюдение по разному или даже диссертации защищают мне сообщили там в германии где но так сказать что именно по этой книге он бы нападал тут трудно он должен сказать я не верю я богохульник он должен сначала это заявить просто так никак а вот на моей комментарии в новом завете да тут нападки а там комментариев на твитом у меня 297 комментариев да я еще их раздражаю что блаженов я филах 900 лет почему никто не делал комментарии у меня ответ один потому что я еще не родился а вот а теперь андрея критского 1100 лет и одно и то же помилуй меня боже я возвысил его это гру для оглашенных надо поднять на благодарение и словословие опять тот же вопрос почему никто написал потому что я не родился я притом это не то что ищу чтобы там это с оригинальность нет я душой это чувствую что это необходимо просто необходимо и книги стихи опишу на те темы на которые никто не писал а гляжет который у нас здесь в интернете даже пишут словарный запас такой слабый проникновение глубже нету считал не считал а у меня 80 с лишним стихов положено песнопение ну ты же видел какие возьми святая русь смотрел виктор николаевич разукрасили пример себе своим воображением там в меня стреляют официально и проще я в интер литературном институте в москве считал стихи там лево ашанин вел эту рубрику а ну подумал стихотворение меня заставили четыре стихотворения прочитать которые дорогой написал пока до москвы доехал я умел так обрубить некоторые прям до самой вы думаете еще нету не тематики 10 а нет 12 ноября 1910 года я написал последний стихотворение все сколько мне уже не дергала что охота написать про счета уже нет книги прекратил все больше не издаю так в интернетной версии остались и и в любой теме также я дошел и то что я там исчерпал все нет а потому что вижу что еще ждут темы которых я не коснулся игнор тихонич а вы давайте тогда пробежимся по книгам первый том о чем вопросы 600 вопросов 600 вопросов вопросы ответы но там дальше раза разбита по тематике не подождите потери первый том вопрос ответы на вопросы да это мне нету даже что первый том не написано я за что-то один том будет и она один то там при объятии вопросы когда бумажки поступали я их уничтожал а мне человек нашел крючок и делаешь ты это надо расширить я у меня мешочках накопилось там тысячи три наверное а всего ответил на четыре тысячи сто двадцать четыре тысячи но представь себе это мешки и у меня приехал тут один священник ну мог бы сказать откуда да ладно и вот он на кровати сидит я стряхнул с ногами залез потеряевки а этот сидит и печатает на панаил то а я беру записку эту которая поступила мне и сзади хожу меня трогать нельзя я отсутствую я я хожу и говорю ничего не написано и он все записывает а тот священник отберет какие как бы я ответил потом говорит 10 вопросов ответили я говорит ни на один правильно не ответил пивоваров наверно нет нет скажу то карька карелин владимир это не у вас там а то там другой город есть хороший батюшка такой хорошо ответы на вопросы первый том до это противосектантский расскажите о нем в двух словах ну самую суть как это в двух словах не ну вот вы говорите что как он вам дался вот этот противосектантский а вот это как дался дело в том что человек если он не миссионер он не ответит а миссионеров я никого не знаю больше вот который это на стороне бы был и он такой миссионер кота конечно есть они теперь общество это называет отдел миссионерские он там это обман миссия вся из двух человек состоит христос 12 разбил папа по 2 еще избрал 70 по 2 мы все или это и и арон идут двое кирилл и мефодий идут двое еще доказывать то и мы двое поехали когда вначале набрали людей у нас было 7 человек первых поездках показать узнать по прощуствовать а дальше уже мы все делали вдвоем и шофер 3 и собака вот так это поездка это поездка и вот как первое значит я жил когда в пензе город пенза и там баптист один пресс-фитер как у них называется но по нашему то никто это ульянкин петр михайлович и он мне принес подшитый ревнитель журнал дореволюционный он переплетенный большого формата такой там все сказано было там основание это положило во мне я все это конспектирую 1400 страниц вообрази 1400 я конспектирую несколько раз все уменьшая уменьшая в размере и прячу в разных городах меня арестуют я забуду вернуть где что найти по всем темам и об иконопочитании и о церкви но обо всем особенно это тысячелетнее царство когда они говорят хилиазм называется и поэтому дальше когда начали обеседовать а у баптиста такая молва пошла говорит к нам пророк или я пришел на меня а когда стал беседу тебе гнило и бревно тоже перекрестили миф ну и естественно россия беседу у меня кругозор расширяется знание бог дал памяти и поэтому меня ни одного поражения никогда нигде не было никогда вот последний император федор емельяненко то где-то там-то моего 5 поражения у меня этого не было никогда если я с ними уже начал беседовать у меня задача не поразить а привести к познанию истины у меня другая цель ну и вот так беседовали а третий том там сказано о том третий том да третий том он и все разного цвета все разного а это до 13 том мягкий переплет на льняной основе а дальше уже корочки пойдут следить а первый дом какого цвета и на эти белого а второй второй но надпись такая зеленая ну вот третий чё третий том то о чем 3 как создать общину общему создать это там из густава даре на корочках так как тонет все и там тигрица или львица там тигрица держит щенка и человек толкает и женщина рядом ребенка на когда выступ где-то горы но четвертое как с кем беседовать в эти как бы люди разбиты у меня на двадцать четыре категории это очень много надо знать когда беседовать чтобы знать кто перед тобою быстро быстро буквально в первую минуту узнать что ему не хватает вот об этом дырой беседует у сектантов тоже хорошо но он все беседует с условием что человек знает библию а нет у меня вторая тема первая человек говорит бога нет вот как с ними беседовать это огромный материал я даю это природа все второе это который говорит да бог то есть да кто знает что надо то есть библию не признает а третье ну я успею еще успею покаяться а другой я пробовал ничего не получилось четверто я боюсь друзья будут смеяться то так вот разбито где вот четверто а пятое собраны все отдельно комментарии на трехтомник пятый том надо и в каждом это вопросы вопросы биопроповеди вопрос на что за трехтомник нового завета да это ну ты живи красный блаженна папиллах то он впервые за мировую историю вышел одновременно с толкованием апокалипсиса 434 страницы который отец геннадий собрал фаст сегодня он в москве уступает то есть комментарии ваши комментарии да да пятый том пятый так 297 комментариев да 277 комментариев на места где говорится о любви к богу и к библии к проповеди якобы расширяю то что сказал феофилак ничего не опровергая это бы святых отцов много добавляет который тогда еще и не было феофилак бета говорит там что говорит об этом игнате брещанинов что говорит феофан затворник то есть серафим саровский ну тот то 900 лет назад был вот но 6 то так сказать как бы и нельзя тот интересно какого цвета и нет ничего я смотрю которая издает а у нее ногти накрашены сиренем вот такие она таким и сделала по ногтям определил я не могу я свет показать какой а потом вижу не ногти такого света а вот седьмой восьмой это житиях святых подождите шестой том то очень просто вопросы и ответы определенной темой это те самые четыре тысячи там сколько там да из тех вопроса рассеянно на все на все книги на все книги идет на тридцать ответы на вопросы короче вопросы на все книги 4124 вопросы ответа на 33 тома растянуты этого в мешок который собирает не мешок а несколько несколько мешков но не полный мешки то не надо понимать что именно так ну понятно ну где-то их вам сказали сохраняйте вас а я уже сохранял когда сказали на меня и вот это стихи когда писал у меня это пачка продается вот смотри вот я трудно держать какая она бумага вот она какая который печатает на машинках не видно не видно его ну да вот она здесь 500 листов 500 причем полное не то что там книга вода на какая большая то смотри сколько здесь ну как раз здесь и будет 3 чем-то и вот на стихи чтобы понять что такое это 7 пащик надо одна на другую всем пащик еще сверху листы и все аутверху донизу карандашом моим стихотворения карандашом потому что ну у меня денег нету на другое вот смотри как я писал недавно об этом говорил вот о стихии как писал вот она вот ни одной по марке нету ни одной на 3 тысячи же игноти хоть поближе чуть-чуть может это вот когда первая строчка во время молитвы смотри на меня у меня как бы строка вот так проплывает я ее не вижу я умом чувствую я на молитве сразу записываю первую строчку дальше молюсь а как вы окончили молитвы я 35 строчек это 9 куплетов 9 и 4 36 вот она 9 куплетов и представь себе сколько тысяч и ни одной по марке нигде нету я пишу с чистого листа а как это это никто не объяснит они у меня закрытыми глазами мог бы написать вот как бог делает ну и если я прочитаю стихотворение вот в литературном институте там а лев ашанин говорит такое впечатление говорит что двери раскрылись форточки все и все тут выдала у них седьмой дом и гнать тихо седьмой и восьмой а они пары идут по житиям святых я отвечаю по житиям святых на какой-то время среди на какой-то вопрос я отвечаю примерно 5 6 или 10 житий беру из разного тома и потом в кавычки взята в кавычки это означает до 100 6 до 1 буквы до одной запятой этого никогда нигде не было никогда нигде во всем мире то есть на современные вопросы которые люди задавали да что говорят библия и житья святых жития главное тут упор дело житья святых я вытаскиваю оттуда какое надо жития 1173 жития какой том и оттуда вытаскиваю какой-то пакет не все жития а именно поэтому вопросы что там сказано то есть я все 1173 жития должен все время держать здесь 12 томов ну когда златоуста насчитывала у него где по-русски не написано где библия только на славянском я считаю вот так вот так по диагонали считаю а сам смотрю строчки 3 и все что у него есть так ну в каждой проповеди у него где-то около 30 55 мест библии но не по церковнославянски я на память считаю везде все не останавливая магнитопон который крутится вот так это тоже никак не человек поверить не может как а я сам это не верю но уже вот а восьмой дальше уже там на определенной темы не было седьмой восьмой это связаны по житиям связаны потому что по житиям до девятый я сейчас могу не сказать что да по-моему уже такого не было чтобы вот а вот 12 дальше до 12 перейти это я брал интервью репрессированных там без слез считать не будешь притом я записывал магнитофона потом с магнитофона сохраняя как они говорят какой говорок есть но 15 и 16 том дальше уже это я сказал напишите кто как пришел к богу и как в общину но написали кто которые ходили на занятия в университет и даже не стали с членами 84 человека написали интересно барабаш елена ты знаешь а отец говорит так это игнать его написал нагреть нет папа он даже не знал что я пишу 15 16 это понимаешь это надо и дальше телефоны свои дают и как а кто пришел богу все вопросы 15 16 так 17 я не знаю 18 это мусульманам 18 8 мусульманам я к они любят зеленый свет у нас зеленого цвета корочка 20 мои беседы с александр менем александр мене который зарубили вот так девятнадцатом я сейчас скажу девятнадцатом это на меня нападает этот самый он писал какую-то диссертацию на понаил девятнадцатый я горит имел возможность жить с ними наблюдать за ними то есть неверующий вот только наблюдал и все там описал девятнадцатый том девятнадцатый ну как это сказать наблюдатель за нами изнутри узнал и все это написал и он думал что я там буду что-то я взял все перепечатал себе поместил меня ругают за это да что ж вы делаете к вам никто не пойдет я говорю я уважаю своих считателей и слушателей и поэтому всегда беру вот когда дело закрыто его никто не имеет права брать а мне разрешается брать прийти в краевой суд потому что я реабилитирован на реабилитированных по положено правило такое если я прошу значит должны дать вот на днях я опять там был получал и вот там сказать все это есть никто бы не знал что там кто сказал про меня что а теперь все знают я показал даже свои какие недостатки там где-то страшно бы характеристика на вас короче до девятнадцатый девятнадцатый да да не характеристика как он видел общину а понаил об общине подглядывал как сказать двадцатая мень а вот девятнадцатая вот надо как я тебе сказал 21 22 23 18 18 мусульманам разбираю их книгу коран и что они они было сказано в течение 1300 лет писатели политики я должен был знать их литературу все а вот 23 24 25 об евреях три тома я разбираю талмуд а талмуд это не книжка 12 томов и все возле эти библии таких книг вот они любят золото и книга золотистого цвета я учитываю это все это притягает но другие 24 это другой цвет 25 вот на дальше уже там у меня такой тематики не было подряд что появлялись вопросы и говорил я какие проповеди а проповедей моих 1137 кажется но сохранившийся сохранившийся сколько сказал да может тысяч десять в каждой книге у меня библия цитируется три тысячи раз умножь на 33 что получится сто тысяч на тихонечка вот этот зеленый поэты это тоже том или это двадцать шестой двадцать шестой поэты мира двадцать шестой она такая темно-зеленая я сканировал их все тут и вот сколько те наверное которые вы не помните это видимо проповеди ответы на а там нечего помнить проповеди ответы я знаю о чем и там я не веду обозначить там какой нет нет никак проповеди вопросы ответы и проповеди это можно увидеть по оглавлению оглавление там как чтобы в районе выездить это везде программы нужны но меня обслуживать я так посмотрел четыре программиста настоящих на тихонечке если вы основа бы попали за стенки не никто не в соль отдаленные так сказать места вы бы какую книгу с собой взяли в библию взял бы у нас со мной было и было со мной как раз в лагере библия полная а когда был под следствием сидел вот это геоновые братья издают новый завет псалтырью а псалтырь мелко я достал бумаги помогли мне достать и переписал крупными буквами полностью всю псалтырь где-то полтора месяца ушло печатными буквами и теперь я молился на псалтырь у меня уходило два дня ну я примерно 45 раз в день молился по часу по полтора каждой за молитву было это в лагере это складе в тюрьме в сизо следственный изолятор ну я с собой бы взял библию только это был такой проповедник евгений берсье во франции во время парижской коммуны и было у него собрание он пишет 2000 человек и он задал вопрос вот вы как граф монтекристо ну ты видел граф монтекристо как его арестовывает как он бежит на запись зарядить день граф монтекристо фильм советую посмотреть по советски что ли я советский фильм да какой это советский фильм это иностранный иностранный это времена парижской коммуны не они где с кем снято со советским союзом или кто его снял этот фильм про который вы говорите готов во франции конечно а французский фильм но минимума так так это их артисты все а вот отверженность из которой начал искать там жан вальжана его играет жан габен жан это иван такой артист он один такой был такой как рубленый и как он говорит там силач страшный и и там никто бы это его про меня написали рассказ тут есть какой-то серебряков писатель пишет вот если бы кто-то другой играл это эту роль а не жан габен пожиже то лапкин бы не обратил внимание но это меня зацепило и он говорит передо мной теперь вся франция встала него раз 5 7 просчитал а потом все законспектировал и по этой книге начал искать уже остальное в армии еще был отверженная лиза мезлабла называется а в это время много занимался языками самостоятельно и перед тем как вот обратиться в это время на семи языках занимался а мне это век не нужно а я у немцев говорил проповеди на их языке в школе у меня не было никакого языка добился разрешения сдать три курса 14 человек конкурс прошел высшее мореходное училище три курса за год по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков вот понимаешь как и как это мне оказалось совершенно не нужно когда библию стал считать я все это связала в погреб кинул какую первую книгу в библии стали читать библию не слишком новый завет передо мной лежал евангелие от матфея конечно по порядку по порядку но которая запомнил сразу прямо это самое первое это было евангелие от яна 844 когда там христос говорит ваш отец дьявол вы хотите исполнять похоть отца вашего когда он говорит ложь говорит свое и он лжится отец лжи он человек убийца от начала я местами представляю это немножко слова вот так я понял что в этом мире делается 1248 слово которое я говорил она будет судить вас последний день я понял если по его слову суд будет остальное то мне и не надо я сразу смахнул все и вот когда говорит что мы бог мне сразу это открыл в один день я потом годами когда-то года через четыре только златоуста первого возьму трехтомник в руки а я это уже все знал и считаю златоуста как будто я давным давно знаю вот считает когда псалтырь я стою бывает букву одну не так скажет я могу остановить но сейчас не останавливаю он когда так написано его ошибка значит надо смотреть в другое издание посмотрят правда вот у меня надежда василия она знает правила научительность начальных классов где какая ни одного правила не знаю я просто запоминаю вот сколько раз встречается это слово запятой где столько раз я его и запоминаю чем он игноти чем вам златоуста нравится почему вы любите почему все ясно чисто любовь проповедь это даже сказать нельзя еще про это можно сказать это мне очень и очень близко ну и фильм сопоставили златоуст из потеряевки меня прозвали статьи пишут одну за другой златоустом конечно я не златоуст там вся как обзываю то другое но у меня пророк еремея любимец самый из апостола апостола павел конечно и святых отцов пьян златоуст а то поздно начинает а чтобы какой вопрос зададите богу когда придете на суд божий он еще не понимает там не спрашивает там только отвечать надо здесь ведь вопросы я задаю господь говорит почему не приняли почему да вот и на наших улицах чудеса творил мы ягод вас знать не знаю отойдите проклятый в огонь вечный я никогда не знал вас а раз мне много дано многое спросится поэтому у меня большой недостаток есть я никак не могу войти в свой возраст мне будто бы лет 30 вот на этом возрасте я засох и и дальше никак не идет потому что начале детского лагеря в университетах школах в милиции я все время с молодежью и поэтому меня жена ни разу не видела днем лежащего никогда вот я за не мог вот это я с крышку сделал ты видел как у стул то я сделал то и палочек видел нет ну да ну вот я сам для чтобы сейчас а было сколько раза три я нос разбил а клавиатуру пищатую и во время пищата не заснула ударился клавиатуру а сейчас и назад откинуть подремлю минут 15 все опять вперед ну вот вы сказали и риме вот чем он вам нравится то и риме пророк а есть фильм такой и риме посмотри в чем нравится ну как сказать он говорит так словом и не подобно ли молоту разбивающему скалу и дальше кто излечет ничтожное испарь полезно из ничтожного сделай как мои уста и дальше говорит слово твое как огонь моих костях там ну все мне это подходит это как будто это не он сказала и я сам услышал от бога и когда читал библию мне эти не буху перед глазами были а как бы голос с неба у меня необыкновенное было обращение с первого дня только у тебя склонился на колени бог сразу дал мне рождение свыше и крещение духом святым это было 27 сентября 1962 года в 1700 и ты видел этот ролик называется 52 года в пути верил догнать что там в этом ролике там на вас умиление сошло то что вот вы прям там господь вас подобил туда же прийти на место рождения своего духовного и вы его благодарите за это я благодарю и все кто смотрят даже мусульмане как и мы плакали ну ладно это не наигранно это внутреннее состояние потрясения где я был и как он нашел вся картина перед глазами идет сколько моего вокруг меня людей которые я заранее скажу они лучше меня они грамотнее меня они красивее меня они сильнее меня но не их избрал господь как говорит давид говорит он отверг дом саула меня избрал из братьев моих меня избрал избрал много званых но мало избранных а православное слово избран считай у это гордость гордыня прелесть ягуса прелесть этой гордыни у них ничего этого нету не было он ходит за бабкой ходил туда привык там свечи эти поганые женщины они не из воска торговлю убери торговлю все храмы засохнут десятину то никто и не даст а у нас десятина идет я его глаза не вижу я батюшки сразу плащу за год вперед апостол павел агнат тихонич почему нравится он у меня жизнь христос и смерть приобретения послание к филиппийцам 1 глава 21 стих а для меня эпиграф это для меня сказано для меня жизнь тире христос и как в латышском написано на внес ауглюс и смерть приносит плоды то есть я что отдал заплатил изнемогал вытаскивал кого-то за кем-то и лет в глубину это все вернется сразу и унава смерть несет приобретение на вы нас ауглюс несет плоды вот почему это эпиграф моей жизни какие там разные дуле вещи от каких нанес враг на меня ну сколько у меня врагов то приставят за два или три года уже теперь 18 тысяч я только в черный список занес считают примерно 260 роликов в интернете против меня монахи там кто-то конечно говорит напали опять на ткачева отца андрея дворкины там в новопашин я не смотрел ночью мне скинули а эти это ничего не имеют а мои книги у него стоят у него интервью берут и берут вот так вот а у него книг полно и на моих книгах останавливаются они стоят красавцы трехтомник для слова божия нету сламинированный и к истину православия как пушкин писал весь я не умру то есть я остаюсь в книгах я умру меня никто и не заметишь я умер тем более бог дает видишь как ну не знаю конечно хорошо сказали ну я говорю это так как есть что-то очень трудно дался это симфония на не канонические книги за самое трудное возвращалась компьютер не мог протащить это опять приходят ко мне я вручную делала вручную всего только на пять а их 11 книг и тогда в электронной версии уже целый коллектив ну там все верстку делал сам набор там сам ну все такое и притом сделал как вернигородская такого же размера буквы такой же формат все такое же это лучший как я знаю лучшая симфония на канонические книги начать найти не спаси христос аллилуйя давайте еще может еще какая-то тема будет я вам напишу был бы пожалуйста пока играется еще дышу на пока мы живу живу спаси христос так я говорю как если я заранее говорю вот это нельзя сделать не дали господь готовит специально человека заранее вкладывает она все будет к месте вот я параметаро торопища считал когда мне прикинули вот это про вас говорится слышал еще раздавайте на полного я тебя сейчас прикрою прочитаю и сейчас на это у меня никуда не денется ты не уходи только я сейчас открою ответ торопищ так минутку и сдвинуть себя в сторонку вот так и теперь слушай внимательно метарта рабе счастье ну я маленько тебя тут как бы в стороночку извину в народе это было написано номер 1899 году и мне это прислали в народе живущим далеко на севере цифру один ставь совпадает я живу на севере холоде появится маленький человек я маленькие есть который станет учить людей любви и сочувствию но вокруг его будет много лицемеров поэтому ему будет очень трудно вот сколько пунктов все совпадают никто из всех лицемеров и знать не захочет что такое истинная благодать но то человека останутся мудрые книги и все сказано им слова и позднее люди увидят что обманывали себя понял дальше подобно тому как древнему израилю посылал посылает господь судьи и пророков так и церкви своей в чрезвычайные моменты чрезвычайными он бог обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности как бы пророков сильных духом и верою не имея официального назначения у меня должности никакой нет эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других но это предводительство не имеет официального характера не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок как и всякое пророчество но есть личный подвиг таких людей дело их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге и церкви божией митрополит сергий строгородский о как а тарабич это кто был но это крестьянин в сербии был и он что предсказал сербии будет с точностью указали имена и какая переворот когда революция все все сказал его священник один записывал метар его звать метар но по нашему не знаю как димитрий видимо мужем сербы это наши братушки и мне это прислали говорят вот про вас написанная дорога еду а мне один и стул и батюшки друг протоиерея иван суворов хотел читаю второе коринфянам там говорит больше всех был вот там там от братья тоже братьев путешествиях я считаю и я не могу ничего представить только на вас сразу думаю ну там павел больше всех потрудился где побивали там то другое это же не просто так так что а вот если бы вам выбор далее господь бы дал выбор и кем бы какую нацию было бы выбрали чтобы родиться какую надпись на нацию какие какой бы нации вы захотели бы родить народе родить русским русским родиться от пастуха в многодетной семье я понимаю все это положительно на мне сказалось мама была верующая хотя евангелия в доме не было и какой был отец феноменальнейшая память была отца а ну то есть а русским а чем вам нравится русский то народ да не что может ничем не нравится здесь именно все где могу проявить все таланты здесь врагов кучи недостатков моря и поэтому у меня я без работы никогда не бываю а в другой стороне там прихлюпали бы тебя там все хорошо ладно ладно и ничего нет а я все время как на войне только так родиться в бедной семье многодетно как у меня все было я я сравнил такой вопрос а если бы я родился допустим немцем или где-то ничего этого не было видишь как я начинаю делать то что никто не делает дороги сам пруды все разрушены ты посмотри что мы куда подняли если нынче наполнится и не прорвет тут уже будет не метр восемьдесят глубина там полметра было уже два тридцать будет и рыба какая там уже была мы туда рыбу то запустили мелкую когда привозили нынче это рыба черета мы поставили одну сеть мы вторую с володей ставим 2 это только растянули я гудая на первую повернем но еще поставили вернулись ровно 100 100 карастей огромных попалась наши уже выросли вот так это уже в этом пруду в симаковском когда не там рыба была когда-то а там елу сколько пришло надо чистить миллион за прочистку а я понял это не надо намного дешевле поднять платину вот так и так получилось я там захлопал в землю ни один миллион зарыл уже ничего с богом и гнать богом с богом виталий викторович с богом давай